Я Гульнара Абдулаева, историк-публицист. Я освещаю события, происходившие в эпоху Крымского хана. Моя цель – показать настоящее прошлое крымских татар. 1584 год стал годом двоевласти. На ханский престол Гераев фактически были избраны два крымских хана. Саадет Герай – старший сын погибшего хана Мухаммеда и Ислам Герай – сын хана Девлета Герая. Возможно, избрание на трон великого Хакана было неожиданностью для самого ислама, так как он уже давно был далек от мирских дел и тем более политики. Для себя он избрал духовный путь и проживал в суфийской общине в городе Конье, за что и получил прозвище Дервиш. Но его избрание лоббировал османский султан Мурат III и некоторые крымские беи. Им было выгодно иметь в Крыму союзника. Однако эту точку зрения не разделял народ Крыма и колга Саадет Герай. Последнему удалось собрать под свои знамена внушительное войско и уже через три месяца двинуться маршем к столице ханства. Ислам Герай Дервиш вынужден был через Балаклаву отойти в Кефе. Саадет уже вошел в родной город, но задерживаться в Бахчисарае не стал. Он направился вслед за противником, но только по суше – Кефе. В Старом Крыму приближенные к Саадету Герая Беи настаивали на том, чтобы именно здесь, в первой столице ханства, прошла церемония избрания Саадеты Герая на трон. И только после этой формальности уже хан Саадет Герай II подступил к стенам Кефе. Но Саадет проиграл битву за престол и был вынужден уйти за Оркапы. Казалось бы, победа одержана. Главный противник устранен. Однако у хана Ислама Герая Дервиша появился новый соперник – его народ, открыто выступивший против него. Хану потребовалось больших усилий, чтобы завоевать доверие своих подданных и усмирить непокорных нагаев Боджака, которые без его ведома вторглись в молдавское княжество. Правда, Боджаксон все же пришлось подчиниться и вернуть соседям все отнятое в самовольном походе. А организаторам лично читаться за свои действия перед прибывшим в Аккерман ханом. В конце марта 1588 года в Бахчисарай пришла весть, что Ислам Герай II неожиданно умер и был похоронен в Аккермане, во дворе мечети Биюг-Джами. А спустя некоторое время в Хаджи Тархане был убит его соперник – 40-летний соотет Герай хан.